Всем привет, с вами Кэт Кена и ты смотришь Puzzle English. Сегодня говорить будем о новогодних каникулах, об отпусках и обо всем, что с ними связано. Наверняка ты слышал два разных слова holiday и vacation. Секрет здесь очень простой, это абсолютно равнозначное слово, только holiday это британский вариант, а vacation это американский, так что можешь использовать то, что тебе больше нравится. Можно сказать, oh my god, I've been working so hard, I need a holiday. Та же самая фраза, oh my god, I've been working so hard, I need a vacation. Мне кажется, всем нам нужен небольшой перерыв после ударного декабря. Смотри, есть такая штука, слово holiday может равнозначно использоваться в единственном и во множественном числе. To go on holiday, to go on holidays. Vacation, там есть небольшой трюк. Чтобы ничего не перепутать, такой лайфхак тебе, используй всегда в единственном числе, тогда точно не прогадаешь. To go on vacation, это нормально. Если ты используешь слово vacation во множественном числе, это должно быть грамматически оправдано. Вот мы по-русски же тоже говорим, да, отпуск или отпуска. Вот там тоже так, если это один отпуск, это vacation. Если их несколько, например, ты говоришь, там, я в течение нескольких лет ездил туда-то, туда-то, туда-то. Или несколько человек уехало в несколько отпусков, тогда тоже можно использовать во множественном. Например, After they said no, I went on vacation. Когда мне отказали, я уехал в отпуск. Last year I went on three vacations. Опа, уже во множественном, потому что три раза я в отпуск съездил. Но эту же фразу можно сказать без множественного числа, можно сказать Last year I went on vacation three times. Так что я всегда предпочитаю упрощать, да, если сомневаешься, используй то, что точно правильно. Еще такая история. Как я уже сказала, holiday это британское слово, vacation американское, но слово holiday и американцы тоже используют для обозначения государственных праздников. Вот это вот все наши майские, День независимости, там ничего бы ни было, какой-то вот календарный выходной, это обозначается словом holiday. Британцы скажут, скорее всего, bank holiday, американцы, скорее всего, скажут public holiday. Вот здесь уже их можно считать, потому что их же может быть, он может быть один, этот bank holiday, их может быть два, в зависимости от того, сколько выходных, да. Можешь сказать It's a bank holiday on Monday, so we don't need to go to work. У нас кустарственный выходной в понедельник, на работу идти не надо. Еще, естественно, есть разные типы отпусков. Вот этот весь активный, тюлений, вот эта вся история, да. Активный так и будет. Active holiday. Do you like active holiday? Let's go canoeing. Да, если тебе нравится активный отдых, давай поедем куда-нибудь на каноэ покатаемся. Есть еще фразы, наверняка ты видел, если что ты бронировал сам. Adventure holiday или adventure tour. Это тоже активный отдых, который, скорее всего, ты бронируешь с туроператором, да. Это будет какая-то программа для тебя уже распланирована, там вы с места на место куда-то передвигаетесь, переезжаете. I like adventure holiday. We just got back from a safari. It was amazing. Вот тебе пример. Ну, соответственно, пляжные, выходные, пляжный отпуск, там все понятно. Beach holiday, так и будет. Еще есть слово camping, которое ты наверняка слышал. Camping это когда ты куда-то идешь с палаточкой. Оставаться в палаточке или спать в палаточке, кстати, будет to sleep in a tent. Еще новое слово появилось сравнительно недавно. Glamping. Do you go camping? No, I go glamping. Glamping это как бы гламурный кемпинг. Это когда тебе предоставляются какие-то условия. То есть там либо будет какой-то туалет, душ, может быть, даже еда будет продаваться, может быть, будут какие-то домики построенные. Или glamping также считается, если у тебя есть передвижной вот этот вот вагончик, трейлер, который, кстати, по-английски называется ни разу не трейлер. На минуточку. Англичане скажут caravan, а американцы скажут winnebago. Мне очень нравится это слово winnebago. Оно какое-то забавное. А еще, если, допустим, ты решил куда-то на выходные метнуться в Прагу или в какой-то любой другой город, какая-то городская активность, это называется city break. Это тоже своего рода отпуск, но он, как правило, короткий и куда-то в черте города. Там тебе, скорее всего, предложат a walking tour или a bus tour. Это walking tour, соответственно, когда у тебя есть гид, и ты пешочком с группой таких же туристов идешь, тебе рассказывают про достопримечательности. Или bus tour, как в Лондоне, да, вот этот double deck, ты на нем едешь и глазеешь на достопримечательности. Соответственно, boat tour, вся эта история, это уже когда на лодке. Наша любимая all-inclusive, еще может называться package holiday, это тоже, когда для тебя бронируются билеты, для тебя бронируется отель, все для тебя сделано, ты только туда едешь и тюленишь. Еще есть два прикольных слова, тоже они относятся к отпускам и к каникулам. Staycation. Staycation это такое сленговое слово от слова stay и vacation. Это когда у тебя отпуск, но ты такой взял и никуда не поехал, остался дома, сидел раз за две недели. Ну, можешь, конечно, заниматься какими-то своими делами, может, где-то что-то в городе делать. Ну, короче, суть в том, что ты никуда не поехал и остался там, где ты живешь. И есть еще daycation. Daycation это такой немножко грустный отпуск, когда у тебя отпуск всего один день. Вот он называется daycation. Я желаю вам всем в 2020 году, чтобы у вас не было никаких daycation, чтобы уж отпуск такой отпуск, понимаешь, две недели, а то и месяц. И всем спасибо большое. Смотри Puzzle English и учи английский.